Международную академическую школу Одесса посетили украинские политики Юрий Бойко, Николай Скорик, Евгений Червоненко. Президент образовательного учреждения, почетный гражданин Одессы Сергей Кивалов показал гостям учебные классы, спортивную базу и школьные бассейны, а также продемонстрировал работу инновационных образовательных технологий. Сопредседатель оппозиционной платформы «За жизнь» Юрий Бойко отметил, что Международная академическая школа Одесса – это большой шаг вперед не только для города, но и для всей Украины. На память о сегодняшнем посещении была высажена аллея деревьев, которая станет частью большой зеленой зоны возле школы. Подробности в материале моих коллег. Знакомство с Одесской школой будущего. Украинские политики Юрий Бойко, Николай Скорик и Евгений Червоненко посетили Международную академическую школу Одесса. Президент образовательного учреждения Сергей Кивалов провел гостям экскурсию по школе, а также продемонстрировал технические возможности классов. В каждом из них установлены интерактивные дисплеи. Все современные технологии в распоряжении педагогов. Это не только удобный способ объяснить новую тему, но и дать возможность детям повзаимодействовать с той или иной интерактивной программой. Очень красивый объект. Очень качественно сделан. Реально объект, который вызывает восхищение. Что очень важно, что он будет своего рода ориентирован для других объектов в городе, к чему надо тянуться. Чему будет своего рода образцом того, как надо делать. И чем больше таких объектов будет, тем красивее будет город. Поэтому это некий символ, который будет подтягивать за собой весь город. Я убежден в этом, потому что такого я не видел в Украине. И вокруг него потом будут вырастать такие же здания, потому что он будет ориентировать всех на некий уровень, который надо достигать. Я такой школы не видел нигде. Я считаю, что это колоссальное достижение Сергея Васильевича, что он это сделал. Я считаю, что это его реальный, не на словах, а на деле вклад в будущее нашей страны. Даже не только в образование, а вообще в будущее. Вот этот объект, он будет образцом для всех, кто хочет как-то прославиться. Сергей Васильевич Кивалов поставил памятник себе при жизни, который будет учиться новое поколение одесситов. До сих пор за 60 лет никто не строил ничего. А за независимую Украину ни один мэр не поставил ни одной школы, то мне его комментировать нечего. Вот это дела лучших слов. Я знаю, в каких бы мы партиях ни были, мы объединяемся и говорим вокруг страны, вокруг безопасности людей, вокруг какого-то движения вперед, а не доверяя делам. А народ называет доверяя деньгам. После посещения учебного учреждения на память о встрече была высажена аллея деревьев, которая станет частью программы озеленения школы. На территории планируется высадить более 100 елей и аллею сапур. И это только начало. Мы это делаем на века, мы это делаем на многие-многие десятилетия. Я горжусь вот этим комплексом, где мы с вами сейчас находимся. Я горжусь, что наша команда смогла реализовать тот проект, который был заложен 9 лет назад. И вот, вы видите, мы все доводим всегда до конца. Я думаю, что этот объект будет являться образцовым. Мы не зря называем школу будущего. И для того, чтобы показать, что Украина – это страна, где люди могут делать и творить, не только строить 30-этажные жилые дома, но и строить социальные объекты. Вот вам конкретный социальный объект. Это здание никто не сможет увезти за рубеж. Это здание, которое построено здесь и останется, и будет украшать наш город на многие-многие десятилетия. За долгие годы в Одессе не было построено ни одной школы. Однако, такому подарку городу были рады не все. С самого начала к школе было приковано много взглядов. Несмотря на то, что учебный процесс начался только в этом году, образовательное учреждение выдержало несколько информационных атак. Одна из последних была инициирована нынешним городским руководством. Это, наверное, просто реально ревность, потому что он-то сам такого не построил. А когда такой объект появляется, и люди реально восхищаются, спрашивают, кто инициатор. И когда это не он, то, конечно, его вызывает ревность. Я только так могу оценить, потому что все нормальные люди должны приветствовать появление школы такого уровня в городе, который будет ориентирован для всех. Нынешнее руководство города так активно критикует эту школу. Я считаю, что все вопросы, касающиеся взаимоотношений города и школы, можно урегулировать. В первую очередь потому и нужно урегулировать. В первую очередь потому, что это школа. Школа действительно современная, школа мирового уровня. Я говорю без преувеличения с точки зрения технического оснащения, внешнего вида. Вопрос теперь, я думаю, это большое теперь дело, чтобы сделать очень высокий уровень образования. Я думаю, что это задача сейчас ближайшая коллектива, всего школы для того, чтобы она стала популярной, вот как юридическая академия славится не только своей материальной и технической базой, но и качеством образования. Одесса всегда славилась своим образованием и на сегодняшний день юридическая академия и все, что с ней связано, это флагманы не только одесского, но и украинского образования. Вот я сегодня первый раз, мне безумно понравилось. Я от всей души желаю всем ученикам и преподавателям здесь хорошей учебы и хорошей работы. И желаю только успеха и чтобы в нашем городе появлялось больше таких объектов. Я очень благодарен Сергею Васильевичу за поддержку на выборах мэра. Для меня это очень важно. Мы очень давно дружим, но политическая поддержка, она дорогого стоит в сложный момент. И я искренне благодарен Сергею Васильевичу. Мы еще больше сблизились за эти дни. Для меня это очень важно по-человечески. Напомню, Международная академическая школа Одесса была открыта 1 сентября. А 9 октября митрополит Киевский и всея Украины Ануфрии осветил храм Иоанна Богослова и весь образовательный комплекс.